О заложниках, об освобожденных, и вот об этой долгожданной свободе и ее цене прямо сейчас и поговорим. Представлю наших гостей у нас в студии. Василий Вовк, руководитель Центра при СБУ, который занимается освобождением пленных. Переговорщик Виктор Мастренко и Ярослав Жилкин, он ищет пропавших без вести. Здравствуйте, спасибо большое, что пришли. Скажите, наверное, самый главный вопрос. Кто владеет статистикой? Сколько еще наших ребят остаются в плену боевиков? Давайте, мабуть, я почну. Я хочу сказать, что последним временем гуманитарная складова в деятельности службы безопасности стала одной из пріоритетных. И вам уже известно, что сегодня было где-то в поле 5 граждан Украины, как вы говорите, из Донбасского полона. Но мы это называем звольнением заручников. А вечером было проведено операцию службы безопасности Украины по звольнению еще 73 солдатів. Это простые рядовые військовослужбовцы наших Збройных сил Украины. То есть буквально в эти хвилини, где-то в эти годины... Он сейчас двигается до одного из областных центров. Я не буду называть это областных центров, который контролируется центральной легитимной владой. И будут переданы своим братьям. Сколько еще осталось? 73 – это хорошо. Это радует. Это что в 5 году будет родить. Сколько осталось? Только за последние несколько дней звольнено біля 300. В основном это військовослужбовцы. Я не хочу привезти до цифр, потому что если я буду называть цифрами, вы в кинозь заплутаетесь. Но их мова идет про сотни-сотни людей. Говорят про 600-700. Я не хочу привезти до конкретных цифр, поскольку каждую годину кого-то вывольняют. Ну хотя бы порядок цифр, понимаете? Порядок цифр. Мова идет про сотни людей. Виктор, а как освобождать этих людей? Какие есть подходы? Подходов разных ног. Как я знаю, есть несколько групп, кто занимается. То же самое СБУ и еще волонтеры. Данным вопросом я только за себя могу говорить. У нас, ну, мы больше как-то частным порядком. Получилось как вот с самого начала. Ну, есть у напарника знакомые какие-то внутри даже ДНР. То есть где-то выходим, где-то нам помогают родственники. То есть каждый случай он отдельный. И бывает, например, маму попросили пленного, чтобы она помогла, сходила. То есть ей объяснили, что говорить, как говорить. Ну, срабатывает. Можно я вам честный вопрос задам и всем гостям? Просто это важно и важно для понимания. Вот есть такой стереотип, я не знаю, правда это или нет. Но говорят, говорил с коллегами, говорил с журналистами, что если переговорщики выкупают людей за деньги, то это провоцирует террористов захватывать новых людей, захватывать новых заложников для того, чтобы зарабатывать деньги, для того, чтобы это превратилось в бизнес. И очень часто те, кто занимается освобождением наших ребят, их как раз и упрекают. В том, что да, вы выкупаете, вы платите деньги, спасая одного. Вы провоцируете, что десятки будут захвачены. В плане выкупа, лично моя позиция, я совершенно против. Каких-либо выкупов. Вы меняли, вы не платили деньги. И не меняли. То есть какие-то услуги оказываются. То есть, когда были еще в Славянске террористы, мы ездили, вывозили раненых, было на территорию Российской Федерации, за это отпускали людей. То есть я против того, чтобы вносились какие-либо деньги. По какой причине? Во-первых, деньги, это, как сказали, то есть это провоцирует на новых пленных. А во-вторых, ну, представляете, то есть сумма денег, она куда пойдет? Все равно на оружие, а это лишние жертвы. Получается, ты проспонсируешь. Спасибо. Это важно было услышать, потому что, ну, это вот распространенное мнение, когда говорят о переговорщиках. Мы продолжим, я дам вам слово. Давайте послесюду списки, которые позволяют понять, кто там, кто не там, кто в заложниках, кто уже освобожден. Кого не нашли до сих пор, к сожалению. Пан Васильевич. Ну, вы знаете, что та сторона, так бы мовити, опубликовала списки в интернете. Там есть 400, если не помиляюсь, здесь все приблизно. Я думаю, это не полные списки, но они опубликовали их, и некоторые из них попадают с нашими списками. Вот, если брать эти 73 человека, которых мы освобождали годину или два назад, то больше из них попадают с этими списками. Но я думаю, что обмежитись лишь тем, что они показывают, мы не будем, у нас есть своя, как бы, информация, и, да, деколи она, ну, зрозумяло, больше списков, чем те, что они выдали. Но я хотел бы сейчас вернуться до той формули, про которую вы говорите, все на все. Я именно об этом хотел всех спросить. Вот есть сейчас формула, которую, я насколько понимаю, Украина приняла, вы абсолютно правильно об этом заговорили, всех на всех. А удастся ли поменять всех на всех, и насколько вообще правильно менять всех на всех? Потому что, ну, была и другая формула, там, 10 на 10, вот, количество на количество. В Минске была такая умова представителей, так называемых ДНР, чтобы менять всех на всех. Однако, они сами пришли до выяснений, что сейчас неможливо установить всех. Поэтому и менять неможливо. Оскільки неможливость такой формули передбачивана, то мы сейчас, видите, как бы, кого можем вызвать, и отдаем им, кого можем отдать. Виктор, а вы поддерживаете эту тему? Сложно сейчас определиться, сколько там реально человек находится. Плюс, такие вот, из последних случаев, например, ну, я больше занимаюсь гражданскими людьми, не военными, а гражданскими. Это волонтеры, кто попадает к террористам в плен, это журналисты. А в процентном соотношении, вот, гражданских и военных? Их меньше, но я сейчас объясню, почему этим важно тоже заниматься. Скажем, волонтеров сейчас довольно часто начинают брать в плен, как военных. То есть, смотрят человек, возят гуманитарную помощь, говорят, вот ты, значит, идейный, и начинают это содержать, то есть, как военного человека, отношение, как к бойцу нацгвардии, который, скажем так, идейный. Вот. в этом сложности, потому что, ну, не знаю, там, в списках военных, скорее всего, нет волонтеров, правильно, когда при обмене военных пленов. Вот. И как-то определиться, сколько там реально народу, всех на всех, оно не получается. Вот, говорю, последний случай, люди попали в июле месяце в плен, и только в начале сентября мы нашли, где они находятся, что они живы. То есть, уже руки опустили, думали, что... Ярослав, а вы историей занимаетесь. А как во время Великой Отечественной были ли обмены, и какая там была схема? Насколько я помню, помните, знаменитая фраза Сталина, говорит, мы солдатных генералов не меняем на фельдмаршалов. Это когда было касалось его сына. Ну, насколько я помню, может быть, неофициально это проводилось, но вообще это не практиковалось. То есть, тот режим, советский режим, не признавал советского военнопленного. То есть, не должен был советский военнослужащий сдаться в плен. Он должен был застрелиться или убить в бою, мужественно защищая свою Родину. К счастью, к счастью, другие времена. Скажите, важный вопрос. Есть информация, не знаю, скажете вы мне, правда или нет, что, когда отпускают наших ребят, ставят условия, что мы отпустим лишь при том условии, что вы не возьмете больше никогда в руки оружия и не будете воевать против ЛНР, ДНР, так называемых. Есть ли это? Насколько это распространено и как с этим быть? Вы знаете, навіть близко в Минску мова про какие-то умовы что брать или не брать зброю до рук не йшла. Я думаю, что мы тоже понимаем все, что проконтролировать выполнение этой умовы практически невозможно. Как с той, так и с другой стороны. А мы такой умовы тоже не ставим у тех, кого звольняем, у тех, кого меняем? Ну, я хочу наголосить, что мова про обмин взагалі не йде. Обмин то, что есть в области торговли. Мы ведем мову, служба безопасности, про заручников, про тех, что находятся незаконно, утримаются, насильно утримаются озброенными формуваниями незаконными и террористическими группами и их вызволения. Инколи, под часть этого вызволения, мы используем тех людей, которые у нас находятся под вартою, таким шляхом, что меняем миру запобежного захода на меньше мяку. Но это люди, которые не совершили насильственные злочины, которые не имели оружие, которые, в принципе, являются сепаратистами, то есть, не воювали. И я думаю, тут мы вчиняем правильно и декого передаем той стороне. У меня очень короткий вопрос, нам надо на рекламу уходить. Как каждому из вас кажется, вот когда этот процесс завершится, когда последний украинский заложник, последний парень, который воевал, либо последний волонтер будет освобожден? Насколько близок этот день? Если можно, коротко. Тяжело, правда? Наверное, вы знаете, как вы говорите, у нас война не закончится, пока не похороним последних солдат. Вот могу сказать следующее, мы, наверное, никогда не найдем последнего. Виктор. К сожалению, наверное, тоже соглашусь. Буду пессимистом, наверное, это быстро сейчас не закончится. К сожалению. Стоит это понимать. Спасибо большое за разговор, спасибо, что были...